Я готовить не умею? Не умею, не готовлю. Все. Вот так, говорит, хочешь есть, мы посадим. Готовить в семье цирковых артистов обычная жена Алена. Балует домашних весенними салатами по итальянским рецептам. Вот только кухня у Ивановых каждый месяц новая. Приезжаем, обустраиваем, что-то свое привозим, расклеиваем, ставим, чтобы для себя комфортно. Белая вещь, которую мы возим с собой, это мультиварка. Мультиварка, три чемодана и фонарь путешествуют с Ивановыми из одного города в другой. Разные гостиницы мы попадаем. Где-то уютно, где-то не очень. А в такие зимние вечера, такие прохладные, этот огонь нас согревает и наполняет наш дом таким теплом. Точек, ну-ка, Точек. Я закручиваю покой. Вместе с папой и мамой по России колесят две дочки. Старшая Катя уже четыре года выступает на манеже. Маленькая Тося только привыкает к жизни на колесах. Папа болит. Ей было месяц, мы взяли ее в первый город наш, Ярославль. Тонечка была в очень многих городах уже. Практически я даже не могу сосчитать. В соседнем номере другая цирковая семья. Проходите. Здесь по вечерам Риту и Женю ждет сиамский кот Честер. Он путешествует вместе с ними уже шесть лет. Он у нас болтун, они очень любят разговаривать. Вот важная часть нашего уюта, потому что он нам создает нашу самую главную домашнюю обстановку. Из таких цирковых семей состоит вся труппа. Многие артисты выросли на манеже. Пока мама, воздушная гимнастка, разминается, рядом на батуте тренируется маленький сынишка. В представлении он еще не участвует, но очень мечтает об этом. Вверх, вверх, стараемся. Вверх, оттолкнись. Вместе с папой репетирует и Катя Иванова. Для цирковых детей манеж – это и детский сад, и школа. Весь их мир здесь. Мы собираемся в фойе и решаем, во что играть. Например, прятки. Мы все-таки еще не поиграли. Ага, не доиграли. Жень, ты как сейчас немножко направо ставил, не чувствовала? По такому канату ходили еще бабушка и дедушка Александра Михайловича. Пять поколений семьи Ивановых живут от представления к представлению. Почти сто лет. Мне тогда было как раз десять лет. Вот тогда у меня зародилось такое сильное-сильное желание тоже работать в цирке. Тогда я сказал, что папа, я хочу работать в цирке, давай репетировать. Я тогда очень увлекся всеми жанрами. Я круглосуточно не выходил из этого цирка. Жонглировал, занимался акробатикой. То есть тогда какая-то такая одержимость в хорошем смысле была. Вот это мне толчок лично для меня, что я хочу работать в цирке. С тех пор количество выступлений Александра Михайловича перевалило за 13 тысяч. Сейчас он директор представления. Ну, это дорога на Манеж, в которую я всегда хожу. И стараюсь ее теперь уже не менять до конца этого города. Ходить одной дорогой, не вставать спиной к Манежу. Такие приметы есть почти у всех в цирке. Перед выступлением у трупа мандраж. Рита идет к своему напарнику, жеребцу Зениту. У них одни нервы на двоих, рассказывает наездница. Конь тоже чувствует, что его выход на арену совсем скоро. Зенечка, ну пробеги, пожалуйста, сегодня, хорошо, ладно? Постарайся, ладно, как для меня. Я тебе много морковки потом дам. Я волнуюсь, но, например, вот я могу сказать, что мое волнение, оно работает на плюс. Потому что я все в работе делаю лучше, чем в репетиции. И вот почти все готово. За кулисами начинается суета. Плачут дети, волнуются родители. Ну, расстраиваются, конечно же, дети. И берет милый для меня. И то мы разминаем голос. До начала пару минут. Артисты заканчивают гримироваться, проверяют реквизит. И чтобы все прошло хорошо, произносят заветные слова. Мы просто говорим с Богом и поехали. Субтитры создавал DimaTorzok